Доброе утро! А много вообще дома у вас валяется вот таких игрушек? Я не считала. По-моему, у нас весь дом завален. Я постоянно о них запинаюсь. И вот важный вопрос. Это как бы детская история или есть какое-то разделение? Вот это детские, это мои? Ну, мои игрушки, понятно, какие. Это моя косметичка и духи. И я стараюсь, чтобы дети не лезли в мои игрушки. А это все детская тема. И при том, это тема моего старшего сына. Есть еще маленький, у которого еще больше игрушек. Юль, а расскажите про суть обмена детскими игрушками. Что это такое? Дети приходят на мероприятия, приносят с собой свои игрушки, возможно, игрушки своих родителей, подделки, которые они сами когда-то сделали. Можно книжки. И раскладывают их на прилавки. Предварительно с ними проводится экономический урок на тему, что такое деньги, как они зародились, как правильно вообще торговать, обмениваться. И потом уже ребята сами начинают, в общем-то, выложив свои все товары на прилавок, продавать, обменивать, покупать, ходят, в общем, между рядами, смотрят, что есть у других. Я сразу представляю, слезы, драки, тут передумал отдавать. Бывает такое? А тут харизматичный ребенок такого нарассказывал про свой сломанный старый грузовичок, я бы выменил его чрезвычайно. Как это все происходит? Прямо вот исключительно дети? Кто является регулятором этого рынка? И сколько лет им должно быть? Вот лет, наверное, где-то лет с пяти уже можно приходить. Дети обычно вот это лет с пяти до двенадцати ребята приходят, но был один раз и трехлетний участник, самый молодой участник нашего мероприятия. Регулируют это все, в общем-то, преподаватели, которые сначала детям рассказывают, как и что делать. Они помогают ребятам установить цены на их товары, потому что, на самом деле, дети сами решают, сколько что будет стоить. У них есть ценнички, они подписывают их, решают, например, там, это будет стоить сто рублей, это пятьсот, это один рубль. И ребята, которые участвуют несколько лет подряд, они уже, в общем-то, с каждым годом все дороже и дороже. Миллионеры? Стараются продать свои игрушки. Мой уже установил цены, он уже даже подсчитал, он сделал бизнес-план. Бизнес-план. А в прошлом году много ли потрачено денег? Я понимаю, что вы были вместе с детьми в прошлом году. Сколько там было выброшено? Он купил буквально, ну, рублей на пятьдесят, а продал на двести. Ну, то есть... Серьезный бизнес. Да. А в этом году какие суммы планирует заработать? Ну, вот он уже примерно подсчитал, где-то порядка полутора тысяч. Хорошая цель, серьезная. Серьезная цель, да. А в прошлом году что приобретено было на пятьдесят рублей? У нас валяется все еще, но это такая полезная вещь, мягкая игрушка, а внутри можно хранить диски. Ага. А в этом году что он выставляет? Вот это выставляет на продажу? Да, вот выставляет. И сейчас реклама у вас пойдет такая, так. Ну, уже вот наигрался в некоторые свои игрушки. Это, на самом деле, очень-очень его любимые. Это все покупалось и выбиралось. Биониклы, конечно. Войнушка. Вы еще знаете такие слова, да. Да, я же тоже, я просто фанатею и болею всем, что увлекаются мои дети. Тебе, Злата, все еще это предстоит чуть-чуть попозже. Да. Чуть-чуть, я чувствую, да. Вот это вот бакуганчики. Это вообще мне непонятно. Они вообще, они открываются, вот видите, какие замечательные, на металле. А вот это вот такая отдельная история. Вот таких вот солдатиков нет нигде. Мы покупали их на даче в Костромской области. Каждый солдатик, это вообще, ну, просто... Ручная работа, правильно? Ну, да. Ну, так относительно. Это относительно ручная. Это солдаты Столетней войны. Англичане и французы. Ух ты. Почему детям интересна такая экономическая игра? Потому что, ну, их, в общем-то, и родители приводят туда, да, чтобы они понимали... Чувствуют себя взрослыми. Да, понимали, наверное, как зарабатываются деньги. И, в общем-то, что, сколько стоит, что не всегда, там, нужно упрашивать родителей, купить что-то дорогое, что все имеет свою цену, в общем-то, что деньги нужно сначала заработать, а потом уже потратить. Чтобы прокупить что-нибудь ненужное, сначала нужно продать что-нибудь ненужное. Ну, да. Давайте явки-пароли, когда и где можно будет поучаствовать в этой экономической игре. Мероприятие пройдет 22 ноября в субботу по адресу 8 марта 46 с 2 часов дня. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Ну, что ж, приводите своих детей на эту удивительную ярмарку старых игрушек. Рассказали нам они сегодня Алена Смышляева и организатор ярмарки Юлия Белогурова. Прямо сейчас короткий коммерческий перерыв, а после возвращаемся в эту студию.